А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 12 августа, день силы, назван честь апостола Силы. Святой апостол Сила был избран старшим апостолом на служение делу проповеди Слова Господня. Сначала он трудился вместе со святым верховным апостолом Павлом, а потом и один без него. Так в Филиппах они изгнали пытливого духа из служанки, которая через прорицание доставляла большой доход своим господам. Господа, лишившись дохода, схватили Павла и Силу и стали объединять их в том, что они возмущают жителей города. Сегодня проводились различные обряды, которые придавали человеку силы. Поговаривали, что в силен день любой мужичок богатырем становится. Сегодня много работали, чтобы в остальные дни быть могучим, здоровым и активным. В этот день была распространена традиция срывать листы лопуха с трех разных кустов и прикладывать их к ногам, где были болевые ощущения, для их устранения. В народе было такое поверье, если сегодня ведьма выпьет молока, то она умрет. При этом они пьют так много молока, что задаивают корову до смерти. А после этого ведьма уже никогда не воскреснет. Приметы. Если день дождливый и ветреный, будут затяжные дожди. Прохладная и пасмурная погода будет суха в течение нескольких дней. Немножечко о моих видосиках. Я стараюсь исчерпывающе дать рекомендации по тому или иному вопросу. Поэтому читайте внимательно, обдумывайте. И плюс это не значит, что у вас одна какая-то проблемка, вы тут с ней обратились, которая является следствием чего-то другого, большего. Необходимо, я уже неоднократно говорил, понимать, откуда растут ноги той или иной проблемы и начинать оттуда, а не то, что вот она проблема, сейчас мы ее замажем и все. Не разбираюсь ни в причинах, ни в следствиях и так далее. Вот. Вчера мне пишет Сергей. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, совет, чем и как лечиться. Ага. Прошел две химиотерапии и 35 лучей. Последствия проблемы с кишечником, запоры, трещина анального канала, потом еще придачу свищ. Вот теперь мучаюсь, предлагаю делать операцию, помогите, пожалуйста. Насколько я дальше понял, Сергей прочитал, как я сам со свищом боролся, какая у меня была проблема. Ну, пожалуйста, и применяйте. Если это касается именно свища в придачу. А тут смотрите, что оказывается. Две химиотерапии, 35 лучей. Далее. Проблемы с кишечником и трещинами. То есть, это уже все. Это уже все следствие вот того. Лучей, химиотерапии и так далее. И запорами и прочего. То есть, если не решить проблему там с запорами и это, все опять там начнет трещать и так далее. То есть, я не знаю. Вот если, что касается свища, это одно. Упаренная урина, трундочки и все. Это конкретно. Но так как все это, знаете, там уже в нутро, настолько это, что что и как дальше получится, не ясно. Вот поэтому и ответил. А что тут давать? Вас же лечат, лечат специалисты. Этим все сказано. Значит, задавайте вопросы им, раз они взяли с вас лечить. Вы им довелись. Следующее письмо. Сейчас смотрю ваши видеоисповеды бывшего геморройщика. У меня такие мысли были, плохие, трещина. Так болело, что чуть не сдох. Никто ничем не мог мне помочь. Целая тумбочка была всяких свечей и мазей. А результат ноль. Потом взял прополюсные, чуть попустилось. Сейчас свист появился чуть-чуть гной. А врачи только толкают на операцию. Вот я хочу узнать ваше мнение, как спеца помогите, не гонарьете. Что посоветуете? Там же все я рассказал. Вот если бы я, знаете, что-то утаивал, и для того, чтобы вы ко мне обращались, то есть я что-то там сказал, а, а вот, и дальше все, и на этом замолчал. Я же вам стараюсь все рассказать, все показать, всю картину выложить. 3 300 видосов сделано. Обучающие, практические и прочее, прочее, прочее. Вникайте, вникайте. Вот у вас проблема создалась. Так, хочу узнать ваше мнение. А ваше мнение я уже сказал. Я дальше говорю. Попробуйте, все рассказано. От свища, если это свища, работает хорошо. От свища, именно свища работает хорошо. Если только он один. А так, в сочетании с описанными вами болезнями, то есть от того, что это все было сделано, после возникла химиотерапия, облучение и так далее, и так далее, и так далее, это совсем, как говорится, иная картина, другой подход и так далее. Вот. Вы тоже меня правильно поймите. Меня при похождении химиотерапии так не болело, как при трещине. Естественно, трещина заднего прохода, она, знаете, даст хорошенько. Значит, похудел со 109 до 87. Но меня очень сушит от той химии. Так вот, как раз все пересохло и начало лопаться. Видите? Причины, следствия и так далее. Очень много пью воды. А о чем вы думаете, водой вы это самое... Как бы сказать... Если организм воду не держит, вот эта вся эта химия высушила, вы думаете, что водой вы накачались и это? Да она просто-напросто вымоет нужные соли, и еще добавит, соответственно, проблемы. Так. Вот из-за этого у меня и запоры были, из-за сушняка так еще и не прошло. А вот я рассказывал, что от сушняка делать, от того, чтобы где-то там слизистая толстая кишечника. Делать свечи из сливочного масла. Я неоднократно это говорил. И далее идет такая вот ерунда. Сколько недель нужно принимать мочу-упарину? А, прикладывать мочу-упарину. А это все. От того, как вы начали делать, и, будем говорить, сам процесс начинает показывать. Сначала хорошенько выжгет, после примерно двух-трех дней. То есть, все это будет выжигать. То есть, вы прикладываете турундочку с упаринной до 1-4 мочи. Она у вас там выжигает. Терпите, все это вытягивает. Далее, повторяете раза. Два-три в течение дня эти турундочки делаете. И далее, вы смотрите, идет ли улучшение. У одного улучшение через день, у другого через два, у третьего через три. Как? Сколько недель? А можно ли параллельно делать клизмы из мочи? Чи-чи-чи-рити-чи-чи-чи. Всегда задавайте себе вопрос. Вот вы что-то собрались делать. А для чего вы это будете делать? Что вы этим хотите решить? Поэтому тут так вот лежит. А можно ли делать? Да можно все, что угодно делать. Ну, поможет или нет. Очень благодарен вам за совет. Смотрю, часто ваше видео. Да, урина лечения только сейчас до роста. Да не до роста, когда прижмет, прижмет, И впереди маячит операция, ползадницы вам отрежут, и в итоге ничего не будет, как нили, так и будете гнить. Вот тогда вы все что угодно будете делать. Так, я дальше забыл, я все рассказал. Лично мне помогло, помогло и другим людям, у которых это была трещина, трещина, да. Попробуйте, что и как поймете по ходу дела. Итак, если смотрите, трещина, и вы делаете, это заживает. Если у вас сушняк уже в организме, значит надо сделать слизистые, эластичные, для этого вставляется и после турундочек вот это и масло и так далее, и так далее, для того, чтобы все это нормализовать. И в частности, и в целом, и локально. Вот тогда, тогда будет эффект. А так, благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok